31 октября в день общественника в регионе завершилась декада некоммерческих организаций. В рамках этого события состоялось открытие и презентация фонда местных сообществ «Мосты», который образовался еще в сентябре этого года. Общественной деятельностью занимаемся уже очень давно, 9 лет. У нас есть другие общественные организации. Например, я являюсь председателем ТОС «Волга» и зампредседателя Клуба активных родителей. И мы работали на какую-то конкретную группу населения, где благополучателями была либо конкретная территория, как в ТОСе, либо конкретная группа людей, как в Клубе активных родителей, это родительская общественность. И вот мы решили диверсифицироваться, расширяться, потому что уже есть опыт, есть большое желание работать и дальше на благо Ульяновской области, но осваивать другие направления. «Мосты» – первый в Ульяновской области фонд развития местных сообществ и территорий. То есть работа фонда будет направлена не на адресную поддержку, а на поддержку целых сообществ. Как надеется руководитель Центра некоммерческих организаций при Общественной палате Елена Шпоркина, «Мосты» станет крупным фондом по поддержке инициатив граждан в небольших районах, чтобы в глубинках нашей области закипела жизнь. И мы надеемся, что этот фонд будет аккумулировать средства бизнеса, органов власти, частные пожертвования, для того, чтобы потом на конкурсной основе самые лучшие инициативы поддерживать, чтобы наша область активно развивалась. До января месяца формируется состав попечительского совета, который будет контролировать работу фонда. Вакансии пока свободны, организаторы приглашают заинтересованных и неравнодушных граждан к совместной работе. Также в попечительский совет пригласили и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Сегодня мы видим совершенно другую атмосферу. Сегодня мы обсуждали, и вчера мы обсуждали огромное обилие интересных проектов, которые решают экономические вопросы, финансовые вопросы, образовательные вопросы, культурные вопросы, вопросы, связанные с здоровым образом жизни. И это все гражданское общество. В рамках мероприятия также было подписано соглашение с Министерством образования и науки. Ведь свою деятельность фонд начинает с их совместного проекта под названием «Чем я могу помочь Ульяновской области». К участию приглашаются учащиеся седьмых-девятых классов. Таким образом, надеются организаторы, жители смогут объединяться в сообщество для осуществления различной деятельности на благо региона. Кристина Жакко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова